И еще одна важная тема, которую стоит обсудить, осветить, потому что я тоже вижу, что она волнует наших покупателей и не только. У меня сегодня было большое интервью для РБК, известный, уважаемый новостной портал. И мы говорили с девушкой-журналистом, которая много лет знает по автомобильной журналистике, о том, что РБК высылали официальные запросы в Минпромторг относительно дотомаживания машин, которые были введены до 1 апреля. И Минпромторг ответил, что никакой доплаты не будет по автомобилям, которые ввозились нормально, таможились по сетке, то есть не ниже таможенной сетки. Потому что, ну, есть ситуации, люди рассказывали о них, когда ввозится там, например, не знаю, условно, секвойя с инвуисом 10 тысяч долларов. И от 10 тысяч долларов платится таможня. Ну, понятно, что это какое-то, явно что-то нездоровое происходит. Плюс еще очень важно, чтобы лаборатория, у нас каждая машина ездила в лабораторию, каждая. Ни одна не получила ЭПТС по фотографиям, которые мы отправляли, которые кто-то где-то делал. Это все незаконно, это все может потом всплыть. То есть у нас есть, мы несем дополнительные расходы на это, но я уверена абсолютно, что у нас ни по одной машине не будет прилета. И вот если у вас все, вы уверены, привезли машину, вы ее купили, там, сами привозили или где-то покупали. Если вы уверены, что она по инвойсу за таможенна по сетке Киргизии или Казахстана, не ниже сетки. Если у вас нормально пройденная лаба, если у вас нормально довезенные машины. Если у вас машина, которая куплена у нормального поставщика, что сейчас распространено, что, какое бывает еще мошенничество. Мы тоже вот сейчас с этим недавно столкнулись. Машины несколько раз попродавали, просто несколько раз продана одна и та же машина. В итоге машина продана здесь владельцу, начинается разбирательство и так далее. Короче, если всего этого нет, вот всей вот этой вот ерунды, в которую теоретически можно влепиться, то, ну, вроде как Минпромторг ответил официально, что никакого дополнительного потом платежа платить не нужно будет. И это очень отрадно, потому что, честно, вот я до этого момента вопросов же много по этому поводу молчала, потому что мне сказать было нечего. Мы спрашивали у наших контактных лиц, с которыми мы общаемся в том же министерстве, у высоких чиновников. Все говорили, нет, не будут ничего делать, никакого дотомаживания не будет, но никакого официоза по этому поводу не было. Сегодня вот мне сказали коллеги из РБК, что вроде как даже официально им ответили, что все, что везено до 1 апреля, оформлены нормальные документы, полученные ПТСы, все, катайтесь нормально, проблем не будет. Ну, вот, по крайней мере, вот этой информацией, как мне кажется, было важно с вами поделиться. Спасибо.